Портретная галерея людей, нашедших свое предназначение и реализовавших себя в своей сфере, вот уже в 16-й раз сменится новыми лицами. Все эти люди с почетным званием «Человек года» славны трудом и делом. Торжественные церемонии, награждения и вручения памятных знаков лауреатам премии состоялись в актовом зале администрации округа. Со словами поздравления к победителям обратился глава округа Евгений Рычков и председатель Совета народных депутатов Константин Федурин. Я поздравляю вас с тем, что вы стали лучшими в этом году в своей профессии. И мы их пожелаем очень короткое. Я желаю вам, чтобы вы так решали, так продолжали и когда-нибудь стали почетными гражданами нашего города. Поэтому продолжайте заниматься профессией, всяким трудом, любите наш город, украшайте его, благоустраивайте его. Новые два наказа уже получили сегодня и выполнены. Вместе с вами будем заниматься в обустройках нашего города. Примите самые теплые и самые искренние поздравления, здоровья, благополучия, мира, счастья, всего самого-самого вам доброго. В третий год из 16 действует номинация «Журналист года». В этом году им стала генеральный директор нашей телерадиокомпании «Муромский меридиан» Татьяна Пенская. Так сошлись звезды, что этот год для компании юбилейный. И награда словно итог пройденного пути длиною в 15 лет, говорит Татьяна Пенская. Людей уникальных, талантливых, которые живут и родила «Муромская земля» очень много. И в связи с этим, Евгений Григорьевич, имеет предложение симметрично той доске, которая сегодня стоит, поставит еще одно и расширит число номинаций. Во всяком случае, я очень признательна, что совсем недавно родилась эта номинация «Журналист года». И я думаю, что вот эта традиция, каждый год прибавлять хотя бы одну номинацию к тем существующим, может быть поддержана. Я признательна и глубоко благодарна всем, кто вывинул меня на эту номинацию и поддержал, проголосовал за меня. А ваши аплодисменты разрешите разделиться с моей семьей, которая всегда делила со мной и хорошая, и трудности. Спасибо вам большое. В номинации «Педагог года» победу одержала учитель начальных классов школы номер 6 Марина Вилкова. В номинации «Врач года» лучшим признан уролог городской больницы номер 3 Денис Курников. Звание «Работник культуры и искусства» присвоено директору Дома народного творчества Александре Барановой. Инженером «Года» признан заместитель главного инженера Горьковской железной дороги Виктор Климов. В номинации «Защитник года» победу одержал начальник отделения подготовки и призыва отдела военкомата Михаил Узокин. Надеждой земли Муромской назван студент МИВЛГО Александр Галкин. Спортсменом «Года» стал тренер по футболу детско-юношеской спортивной школы Юрий Гуреев. Предприниматель «Года» – директор радиостанции Игорь Лошманов. В сфере развития общественного самоуправления звание «Староста года» присвоено Ирине Калединской. Инвестор «Года» – директор Муромского приборостроительного завода Валерий Дженгирян. Мастер «Золотые руки» – работник предприятия «Дорожник» Сергей Беляков. В номинации «Общественник года» в этом году два победителя. Автор и ведущая телепрограммы на нашем телевидении «Давайте говорить правильно» – Людмила Филоненко. И директор учебного центра «Муромец» – депутат Совета народных депутатов Эдуард Шишунов. «Человек живет век, а его дела два». Мы поздравляем всех лауреатов с заслуженной победой и желаем еще много личных достижений на их жизненном пути. Регина Рукавишникова, Александр Сидоров. Новости 24 Мура. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова